Здравствуйте! Меня зовут Элина. Я уже показывала рецепт оладьи без муки с овсяными хлопьями, а сегодня я их приготовлю с яблоками. Беру овсяные хлопья, на их коробке было указано варить 5 минут. Кефир подогреваю до чуть теплого состояния, слегка перемешиваю его и не даю свернуться в творог, то есть не перегреваю. Теплым кефиром заливаю хлопья, перемешиваю и оставляю для набухания 20 минут. Этого будет достаточно. Яблока я нарезала на четвертинки и удаляю семена. Натираю их на крупной терке. При натирании остается кожура, ее не использую, а выбрасываю. В набухшую овсянку добавляю яйцо, соль, сахар, разрыхлитель теста, немного корицы и натертые яблоки. Размешиваю. Точное количество продуктов будет в описании под видео. Ну и без корицы, конечно же, можно обойтись, то есть кто как любит. Консистенция теста получается вот такая. На сковородку наливаю растительное масло без запаха и разогреваю его. Жарить оладьи буду на огне чуть выше среднего из девяти возможных на шестерке. Выкладываю тесто по одной столовой ложке на некотором расстоянии друг от друга. Снизу оладьи подрумянились, переворачиваю их на другую сторону. Готовые оладьи перекладываю на тарелку с бумажным полотенцем. А на сковороду выкладываю следующую порцию теста. Все точно так же, на расстоянии друг от друга. Если вы видите, что оладьи слишком сильно румянятся, их можно накрыть сверху крышкой и продолжать готовить под крышкой. Оладьи получилось 16 штук и они довольно крупные. Они очень хорошо пропеклись с двух сторон. Сейчас посмотрим, какие они внутри. Вот так они выглядят внутри. Они тоненькие, мягкие и полностью пропеченные. Сейчас попробую и оценю вкус. Очень нежный и гармоничный вкус. Яблоки хорошо сочетаются с овсянкой и корицей. А какие они ароматные! Подавать их можно со сметаной, медом, вареньем. Но мне кажется, они совершенно самодостаточные и я их съем просто так. Если вам понравились эти овсяные оладьи без муки с яблоками, оставайтесь на моем канале и вы найдете много простых рецептов вкусных блюд.